Особое мнение на 101FM И у вас, как у председателя общественной палаты, хотелось бы узнать оценку и качество работы палаты в этом году Как вы оцениваете? Достаточно интересный вопрос На него прямо так сразу не ответишь, поэтому будем, как говорят специалисты, съедать слона по кусочкам С точки зрения активности общественной палаты я оцениваю на твердую четверку Не вижу сегментов, в которых бы мы запали Общественная палата настолько многолика, настолько все сегменты, что сейчас мы начнем только перечислять Ну если в целом брать Если в целом брать, у нас есть стандартные практики, с которыми мы работаем Если так в целом брать То есть у нас есть общественное слушание, у нас есть семинары, у нас есть работа комиссии И групп по общественному контролю, которых в этом году стало на одну больше Потому что мы взяли вопросы, связанные со строительством, с программой А с чем это было связано? Это было связано с тем, что в этом году, наверное, впервые за последние несколько лет Прежде чем правительство утвердило пятилетние программы, несколько пятилетних программ Они были вынесены на общественное обсуждение на Общественную палату Кировской области Стала необходимость специалистов по данному вопросу? Да, причем я считаю, что это заслуга губернатора Это его позиция, что все вопросы вы сперва обсуждаете с обществом Потом мы уже окончательно принимаем решение Состоялось несколько заседаний Это мы смотрели транспорт, развитие транспорта Мы смотрели строительство инфраструктуры И как раз по итогам рассмотрения вопросов мы поняли, что отдельную комиссию по контролю за тем, как все это строится, необходимо создавать И губернатор нас об этом просил И, в общем-то, мы видели, что программы очень напряженные, объемные И своевременно давать сигналы обратной связи о том, как это реализуется, ну, это было бы неплохо Комиссия создана, у нас есть специалисты, как раз строители Они понимают Ну, понимают в этой сфере просто Они не только в этой сфере понимают Они понимают даже на ранних стадиях, насколько реализуемы будут все эти проекты по этой программе И поэтому, ну, в общем-то, очень достойно И это как раз мы действуем в рамках закона об общественном контроле Это одна из основных задач общественной палаты Ну, чтобы рассматривать вопрос просто со всех сторон и как бы иметь полную оценку ситуации У нас традиционно считается очень качественная работа рабочей группы по контролю за дорогом За состоянием дорожного покрытия В этом году она тоже, в общем-то, достаточно энергично работает И я считаю, что, безусловно, ее предложения и рекомендации были полезны В том числе, ну, по устранению недостатков Которые, ну, в любой работе всегда есть вещи, на которые выпадают из зоны внимания Я, наверное, с большим удовлетворением По крайней мере, пока оцениваю деятельность У нас есть Центр общественного контроля в сфере ЖКХ Тоже оцениваю Во-первых, были горячие линии, такие актуальные Связанные там с прохождением отопительного сезона То есть как граждане на все это смотрят? Как они... Нет, как граждане на это смотрят, мы примерно представляем Это тоже важно Но наша задача была оперативно устранять те предложения и проблемы, которые поступают на горячую линию У нас, слава богу, выстроены за эти годы отношения из жилищной инспекции, с администрацией города Мы традиционно каждый год подписываем несколько соглашений о взаимодействии В этом году тоже были подписаны соглашения Ну то есть с народом просто ведется активная работа? Да, но самое главное здесь как? Вот, допустим, у нас был темный двор, горячая линия То есть мы смотрели вообще освещенности По итогам мы всю информацию собрали, передали в администрацию И получили ведь не просто передать это мало Мы получили конкретное предложение Как и когда будут устраняться вот эти недостатки Причем мы же тоже люди понимаем Что бюджет ограничен, поэтому Ну нормально воспринимаем, когда некоторые проблемы решаются не в 2023 году Понятно, что нам всегда хочется здесь и сейчас Но 2024 и 2025 год это тоже понятный горизонт И, ну в общем-то А какие вот, например, самые яркие, наверное, проблемы были в сфере ЖКХ? И которые пришлось перенести, например, на следующий год? Я имею в виду, вот перенесли именно объекты по освещению То есть вот в центре города часть объектов была взята в работу в 2023 году И это именно, я имею в виду, по горячей линии Мы несколько раз встречались с фондом капитального ремонта Вот капитальный ремонт, я не знаю, как ваша оценка Но вот по городу едешь, видишь, что наконец-то заработало Наконец-то сдвинулось Но вот это сдвинулось, когда начинаешь погружаться Что сдвигается это, конечно, героическими усилиями Потому что подрядчики не очень готовы Некоторые работать в том темпе, который им задают Ну, кстати, вот насчет фонда Им же как раз недавно пришлось расторгнуть договор С 200-250 домов, по-моему Слушай, они расторгали в течение года По некоторым объектам до трех раз договоры И на самом деле вот это как раз надо Фонду капитального ремонта записать в заслугу А с чем это связано? Это связано с тем, что у них такая простая процедура Вы можете заявиться, как любой подрядчик И пройти аккредитацию То есть там достаточно простые требования Вы можете попасть в реестр участников Которые могут работать с фондом капитального ремонта После этого вы участвуете в конкурсе на конкретный объект И его выигрываете Есть оансовые платежи Это дискуссия, которая идет там С одной стороны, мы их платим И поэтому приходят недобросовестные Мы их не платим, поэтому некоторые добросовестные Не могут зайти на объект Получают авансы и потом по какой-то причине Перестают, соответственно, работать по графику Ну пропадают Или много набрали, или в других регионах появилось В том числе ведь у нас не Кировская работа А как-то это вообще отслеживается? Именно работа потенциальных подрядчиков? Конечно, вот для этого и существует Вот он капитального ремонта Ну а зачем допускать момент заключения договора Чтобы потом у нас получилось это? Ну а как вы иначе заключите договор? Формально все соблюдены, они дали хорошую цену Они есть в реестре То есть формально к ним претензий никаких Ну может быть какие-то еще внутренние проверки? До тех пор, пока они не начнут работать Это мы понимаем Есть организации, которые в черный список уже попали Которых второй раз не будет Но таких организаций заявляется очень много Я боюсь называть точные цифры Но где-то порядка пары сотен В реестре только вот этих вот Находят подрядчиков Здесь это только вот так вот Через вот как раз Вот то, что вы говорите Это как раз сейчас говорит о том, что фонд сделал правильно У него других инструментов нет Поэтому максимально быстро расторгаться Если видим, что не справляется Здесь как раз ценность в этом Мы обсуждали И, наверное, будет принято решение О какой-то модели У нас проблема фонда капитального ремонта Была ведь Ладно, подрядчик ушел А представляете, когда он крышу вскрыл Идут дожди, а подрядчика нет И у фонда по большому счету нет инструментов Мы сейчас находимся, в том числе участвуем В поиске подходов К тому, как это для фонда сделать Вроде первое впечатление есть Как мы это будем делать Ну, давайте подождем Есть вроде варианты На базе фонда сперва хотели сделать Но какая-то конструкция сложная Посмотрим, как обстоится договорами Чтобы... Ну, посмотрим Надеюсь, что здесь тоже мы нашли решение Ну, деньги все равно фонд как бы возвращает Я так понимаю, с недобросовестных подрядчиков Конечно, причем еще одна из заслуг фонда В этом году Это у них резко увеличилось количество Денег, которые они вернули Которые не собраны То есть вот по разным причинам Люди не платили Организации не платили Ведется большая судебная работа И это приносит тоже свои плоды Вот, ну, мы достаточно долго на фонде Становились, у нас задача другая У нас, если говорить о том Что развивается и каждый год Прирастает, это гражданский форум Мы каждую осень проводим гражданский форум В этом году в нем приняло участие Больше двух тысяч человек Очно приняло участие Больше пятисот человек Мы в прошлом году Печатали Четыреста раздаточных материалов Не хватило В этом году напечатали пятьсот пятьдесят И тоже не хватило То есть интерес есть А в чем суть, например, гражданского форума? Суть гражданского форума Что в летом мы объявляем сбор вопросов Которые интересуют жителей Активных наших горожан По любым тематикам Это и доступность городской среды Для людей с ограниченными возможностями Это вопросы ЖКХ Это мы еще не забываем У нас же на следующий год юбилей Это тоже для общественной палаты Достаточно важные Мы тоже активное участие в этом принимаем Вот Мнение людей просто хочется услышать Чтобы для действий дальнейших Нет, мнение людей услышать это важно Ну, предложение Обычно на гражданский форум Приходят, помимо людей Приходят представители власти Мы за это им действительно благодарны И поэтому это не получается Давайте мы послушаем, запишем И может быть когда-то кто-то нас услышит Здесь как раз происходит диалог Допустим, была тема связанная Как раз с общественным контролем Там разобрали кейс Посмотрели, как улучшить Деятельность в этом направлении Общественных советов Вроде как и есть идеи Это задача следующего года По подготовке к юбилею Нам были представлены в том числе Материалы, связанные с объектами Инфраструктуры Вот остановки Остановочные павильоны Еще какие-то Было услышано предложение Причем глава администрации Пришел и говорит Мы вот видим вот эту работу вот так Вот смотрите Вот такие фотографии Вот проект вот такой-то Мы пойдем туда Как вы считаете? И была дана обратная связь Там Мячеслав Николаевич Вот есть предложение вот такое Там история-то какая У нас следующий год юбилейный Мы очень ждем много гостей И очень надеемся, что Ну, они придут И город будет яркий Но с другой стороны С одной стороны С другой стороны Вот эти остановки Если мы их ярко раскрасим Они же будут выбиваться из Общей концепции города Да И поэтому вот это вот Такая грань Вот как раз об этом и говорили Что надо соблюсти грань Потому что Второе-первыхое впечатление Состоять практически уже невозможно И поэтому вот про туризм говорили Туризм это вообще история интересная Мы даже подготовили наше предложение И вот сейчас рассматривается Или в этом А какое предложение? В общественной палате Российской Федерации Есть такой проект Называется форум сообщества Четыре раза в году он проходит в регионах Один раз итоговый он проходит в Москве В этом году мы посетили два В Воронеже и Вологде Члены общественной палаты нашей И мы на все это дело посмотрели В Кирове никогда он не проводился Поэтому мы подали заявку Заявок больше чем регионов Вернее чем квота Сейчас этот вопрос решается Но мы в предварительном отборе прошли И очень надеемся Что если на 24-й год нас не поставят То 25-й год будет наш Как раз задача была Проговорить про туризм Туризм это в том числе Наполнение бюджета В Кировской области нам и есть что показать Ведь туризм У каждого туризм свой Потому что кто-то представляет Что он куда-то идет В лес, в горы Нам есть что показать Есть промышленный туризм Нам есть что показать Есть пищевой туризм Когда люди Гастротуризм Люди У нас прекрасная кухня Мы гордимся своей кухней Показываем ее В Москве На выставке Россия То есть вот А дальше ведь как Людей-то привезти Призвать можно Они приедут А дальше идут уже вопросы Которые надо решать Хватит ли нам гостиниц А где как разместятся Вот даже вот То что будет В следующий год Уже презентовано Это Мы говорим Что мы Область добрых соседей Мы ожидаем Что к нам Будут приезжать Со всех регионов И работать На нашей пешеходной улице Разные регионы И это тоже Все в эту копилочку То есть Известно Ну и с одной стороны Вот это привлечение Соседей Это же и потенциальное Привлечение инвесторов В регион То есть как бы Это же идет все равно Да Причем более того Привлечение инвесторов Не только через туризм Буквально вчера Была стратегическая сессия В которой участвовали Четыре члена общественной палаты С агентства Стратегических инициатив Как раз смотрели Как повышать Инвестиционную привлекательность Для инвесторов И к чему пришли? Пришли к тому Что есть над чем работать То есть По некоторым позициям Кировская область Неплохо выглядит Некоторые надо подтягивать А какие вот Ну Вопросы Которые стоят Над которыми стоит Поработать Подумать Нормативная база Точно Ее еще надо дорабатывать Простота Вот Причем Вчера даже Владивосток Подключался к нам Рассказывал кейсы Но есть интересная У Питера Есть интересная программа Которая позволяет Ускорить Регистрацию Объекта недвижимости На Три месяца То есть Для инвесторов Это очень важно То есть Ведь не всегда Для инвестора Важны какие-то льготы Еще что-то Им надо Быстрые Понятные правила Вот это обсуждали Понимаем куда двигаться По итогам Будет какая-то Рекомендация Ну то есть В целом Вы говорите Что год Прошел Достаточно Продуктивно Стандартно Даже Если можно так Назвать Да Были ли какие-то Вопросы Для общественной Палаты Точнее даже Не вопросы А именно ситуации Которые Заставили Ну Понять Что например Эта часть Эта сфера Или Это то Над чем Стоит поработать То есть Были ли какие-то Такие моменты Которые Ну не получились Например В работе Сказать Чтоб не получилось Не могу Наверное Мы не поговорили А это тоже важно И всех волнует Это Вопросы экологии У нас же еще Комиссия по экологии есть И Выезжали И Прям В мир Выезжали Выезжали Я не знаю Помните Вы или нет Но несколько лет Были Большие недовольства О том Что у нас Полигон В Осинцах Строится Специально Выезжали На полигон И Надо признать Что Ну Приятно Были Удивлены Потому что Не запаха Все аккуратно Причем Экологи Они какие-то люди Я не знаю Можно ли там Наверное Не литературно Но Безбашенные Там Приезжает человек И говорит Слушайте Вот я был Вот тут Родник Недалеко Течет Я Прежде чем Сюда Ехать На полигон Заехал Попробовал Вода По вкусу Такая же Я бы точно Не рискнул Надо оценивать По вкусу воды Тем не менее В общем Очень достойный Полигон Это хорошо Но Мы Опять же Мы Беспокоимся И на следующий Год Будем Смотреть Его В принципе На Кирской области Не хватает Мы эти вопросы Тоже будем Поднимать Кроме этого Есть у нас Стандартная практика Это мы Рассматриваем Предложение По изменению Законов В этом году Поступило Себе Предложение По нормативному Только по одному Мы дали Отрицательное заключение Заключение Дали по закону Который Оговаривал Наказание За пропаганду Абортов То есть Вот Мы у себя В Кирской области На самом деле Не увидели Оснований Для такого закона То есть Вопрос важный Конечно Надо Стремиться Чтобы их Практически Не было Но чтобы Прям кто-то Где-то Как-то Агитировал Идите Прерывайтесь Ну Такого-то В общем-то Нет Ну В целом Как вы смотрите На потенциальную Ну То есть Как бы Есть Возможность Того Что аборты В некоторых регионах В принципе Запрещают Насколько мне Известно То есть Частные клиники Например Они Активно Убирают Эту функцию У себя Вот Тут как раз Смещение идет Частных клиник Ведь Матвеенко Если я правильно понимаю На прошлой неделе Заявила Что мы Не откажемся Потому что Есть разные Жизненные ситуации И В общем-то А не могут ли Ввести Например Ограничения Что Женщина может Сделать аборт Только Если у нее Есть какие-то Показания Ну Все может быть Но тут История-то какая Вот вы Про клиники Сказали частные То есть Вот как раз Здесь сейчас Идет дискуссия О том Что Частные клиники Все-таки Их задача Заработать И есть Ощущение Что в некоторых Клиниках Действительно Пытаются Сказать Что да Конечно Это не страшно Вы не переживайте И Вот От таких случаев Уходить Вот поэтому Может быть Кончится тем Что частным клиникам Запретят Останется только В государственных Плохо Это или хорошо Операция Достаточно Стандартная Я думаю Что Наверное Неплохо То есть Если Мое личное мнение Не мнение Палаты То Вот Такое разделение Я бы Наверное Поддержал Ну то есть Частные клиники Пусть они Сидят Собственно Без этого Ну у них есть Другая работа Мы же не говорим Что там нет Профессиональных Специалистов Там специалисты есть Но мы говорим Про другое Что они нацелены Зарабатывать Поэтому в каких-то случаях Они могут быть Заинтересованы Как раз провести В ту операцию От которой Женщину можно отговорить Ну Мне кажется Ведение беременности В частных клиниках Порой даже может выйти Дороже Чем Мы не говорим Про деньги Ну понятно Кому-то это посильно Кому-то это важно Личное наблюдение Платная палата И тоже история Такая Ну ради бога Если более комфортные Условия Люди готовы заплатить Ну пусть заплатят Ну то есть В целом Вот мы опять же Перескочили С вопроса Об экологии Полигон В принципе Как отдел экологии В этом году Справился С своей задачей Ну если Опять же Кроме полигона Да Да То есть Держим руку на пульсе Есть у нас И круглые столы И выходим С москвичами Обязательно На Видеосвязь Отношения У нас Понимаете как Наверное Я давно В общественной палате Достаточно давно И у меня уже Такое Мы основные Проблемы Наработали Вот допустим В ЖКХ У нас Был период Когда мы занимались Активно Проведением Семинаров Повышением Уровня Квалификации Старших поддомов Это очень важная история Сейчас мы видим Что ГЖИ посхватила Эту историю Создала школу Потребителя Окей Мы Мы с удовольствием Отойдем в сторону Если есть Люди Которые профессионально Этим занимаются Нам есть чем Заниматься Мы посмотрим Вот у нас Буквально На следующей неделе Было заседание Мы Кстати были Инициаторами В том числе Ходотайствовали О создании Ассоциации Управляющих Компаний И Ближайшее заседание Центра общественного Контроля Как раз Придут Представители Ассоциации Управляющих Компаний Придут Представители Совета Старших по домам И мы будем Формировать повестку На следующий год Потому что Тут тоже В рабочих вопросах Обсуждали Достаточно Есть Проблемы Которые Из года в год Тянутся И никак не решаются Например Ущерб Управляющих Компаний От Затоплений От Повреждений Автомобилей То есть Вот эти риски Посмотрим Вопросы Страхования Рисков Управляющих Компаний Потому что Ведь мы Понимаем Что Любые Расходы Управляющих Компаний Постараются Приложить Жителей Сборами То есть Да Поэтому Качество работы Посмотрим Ну Посмотрим Интересная работа У нас Очень много Работы на следующий год И мы уже Стартовали Это по Штабу Общественного наблюдения За выборами У нас же Март Все три дня Наша задача Обучить Уже К концу Февраля 2608 Наблюдателей По Кировской Области Потому что Эффективность Работы На Избирательном Участке Сильно Зависит от того Какие знания У тебя Вложены Практика У нас Такая Есть У нас Будет Организован Штаб На все Три дня Будут Мобильные Выездные Бригады Мы Всегда Даем Так называемый Золотой Стандарт Любому Вы же Кстати Возглавили Штаб Насколько Безвестно С одной стороны Мы понимаем Как это все Организовать У нас Есть опыт С другой стороны Ну Выборы Нерядовые И очень важная Задача Чтобы действительно Было Решено Две задачи Достоверность Результатов И легитимность Выборов Поэтому Чем больше Людей Будут понимать Законодательство О выборах Тем У нас же Многие Не верят То есть Ну Схожу Я проголосую Отлично Мы все Мы говорим Что если вы не верите У нас Такие же Были обращения В социальных сетях Да это же профанация Мы говорим Приходите Записывайтесь Прежде чем Сбоку говорить Вы погрузитесь В процесс Мы вам расскажем Как это работает Потому что Иногда люди звонят И говорят А они там Что попало делают Начинаем разбираться Люди поступают С точки зрения Закона Абсолютно верно Все нормально Всем говорим Приходите Не верите Убедитесь Лишний раз Причем Ну Хорошо Человек может прийти Вы можете рассказать Все красочно Все хорошо Все понятно И В целом И сказано хорошо И написано хорошо Почему бы И не прийти Проголосовать Человек придет Но Для большинства же Как бы Суть-то не в этом Не в том Что написано И в том Что сказано Насчет этих выборов А результат Так ведь Мы про это и говорим Наблюдатели имеют право Посмотреть Все процессы В том числе Подсчет голосов Ну все То есть Он полностью погружен В работу комиссии Если вы не верите Что люди пришли Пожалуйста Вот смотрите Если вы не верите Что Опечатанные Что где-то бюллетени лежат Идите проверяйте Если вы считаете Что Недостоверный подсчет голосов Так Идите Я не знаю Последние выборы Уже по-моему Приходишь на избирательный участок В некоторых случаях Сидит Избирателей Немножко больше Вернее Наблюдателей Чем Одномоментные избиратели На участке Поэтому конечно Надо приходить Голосовать И Если сомневаетесь Остановиться наблюдателем Чтобы быть Уверенными Вот У меня В прошлый раз На выборах Госдумы Так и Даже была Такая ситуация Когда Человек пришел А у нас Такой большой интерактивный экран Где много участков Он говорит Я не верю Что это в онлайн режиме Давайте вот я сейчас Вам поеду На участок Позвоню И вы скажите Что я там делаю Ну Он позвонил Мы ему сказали Да вот ты сейчас Стоишь лицом туда Ты занимаешься тем Он говорит Ну все У меня вопросов нет Причем к нам На штаб В прошлый раз И мы сейчас надеемся Что приезжали И Губернадзор приезжал И депутаты Государственной думы С которыми мы Кстати вот Наверное Если говорить Об итогах года Очень крепкие отношения Выстроены с депутатами Особенно с Бутиной Марией Валерьевной Прям вот Крепко работаем Постоянно в контакте То есть все равно У вас какое-то Общение И с теми Кто стоит наверху Скажем так И с народом И со всеми людьми Мы благодарны Органам власти В том плане Что они никогда Не отказывают И всегда Приходят на наши мероприятия Не все они Эти мероприятия Им нравятся Поэтому Поэтому я и говорю Что мы благодарны Что несмотря на то Что наша позиция Бывает Отличается Они готовы Нас слышать Аппонировать И это в общем-то Хорошо Ну что ж У нас подошло Время небольшой рекламы После которой Мы обязательно вернемся И продолжим Особое мнение На 101FM Что ж Мы вернулись После небольшой рекламы И как раз Остановились На обсуждении Работы Общественной палаты Вопрос Который Мне кажется Будет интересен Очень многим Это именно Работа Членов Общественной палаты И в последнее время В рейтинге активности Членов общественной палаты Широкий разброс показателей Есть мероприятия На которые Члены общественной палаты Ходят довольно редко И есть ли какие-то Может быть санкции Какие-то методы Воздействия На работников В таких случаях Санкции есть Мы их не применяем Почему? Потому что Острой такой потребности нет У нас было два случая Когда один Когда членов общественной палаты Сложил полномочия Ну Ведь Мы же понимаем Что жизнь Она штука такая Сегодня ты планируешь Чем-то заниматься Какой-то сферой деятельности Меняются личные обстоятельства И все равно Надо понимать Кто-то уезжает в другой регион У кого-то Меняются внутренние Ориентиры Внутренние обязательства Ну Жизнь непредсказуема Поэтому мы всегда говорим Если по какой-то причине Вам Деятельность в общественной палате Невозможна То ли по Загрузке по времени То ли еще по каким-то обстоятельствам Мы ведь не Все понимаем Просто тогда Пишите заявление Выходите из деятельности Общественной палаты Вот один человек написал У него были обстоятельства Вышел А какие обстоятельства Уехал или Сам решил Давайте так У него были обстоятельства Не позволяющие заниматься Активной общественной деятельностью Поэтому Мы в этом плане Не переживаем У нас всегда Конкурс Когда появляется Новый созыв У нас есть Достаточно Скамейка запасных Которые Хотели бы этим заниматься У нас есть экспертный пул Который мы создали И очень им благодарны В точке зрения компетенций Поэтому Все остальные В большей и меньшей степени Работают Хорошо Ну хорошо А если для тех Кто хочет остаться Но при этом Не хочет ничего делать Ну у нас есть инструменты Мы можем написать У нас же три То есть три способа Выдвижения в общественную палату Это список губернатора Список законодательного собрания И два списка Выбирают третий список От общественных объединений Мы можем написать В организации Чтобы они отозвали своего члена Мы можем Например на заседании Принять решение Об исключении Но Такой практики у нас нет Мы этим не пользовались Ну то есть просто Не было ситуации Чтобы этим пользоваться Да Вот до такого не доводили И это хорошо Люди относятся В принципе с пониманием Мы тоже с пониманием Относимся Что это общественная деятельность И не везде люди успевают Принимать участие Но Баланс существует Понятно что есть звездочки Есть кто Активно работает Есть кто Менее активно Достаточно узко специализировано Но эта жизнь Она везде так Ну а в целом Как вы оцениваете Работу членов палаты Ну Может быть Есть какие-то Ситуации В которых нужно Может быть Поработать Как-то обсуждать Это получше Побольше То есть Больше взаимодействия В целом Как вы оцениваете В целом Все очень неплохо Неплохо Понятно что есть направление Где мы нажимаем Мы на совете палаты Это обсуждаем Где-то какие-то Внутренние Ну Мне не очень бы хотелось Рассказывать внутреннюю кухню Но мы за этим следим Следим пристально А то что Вот мы проговаривали Что Мы неплохо Выглядим С точки зрения Медийности На уровне Российской Федерации То есть В федеральном рейтинге Да мы заняли второе место По моему Наша общественная палата Да второе место И на самом деле Это Тот тренд По которому Мы идем уже Второй год Мы считаем что Недостаточно Сделать мероприятие Если ты про это Не рассказал А за счет чего Повышается медиа активность Палаты Расскажите пожалуйста Ну За счет Системы То есть Если ты проводишь мероприятие Ты обязательно Про это должен рассказать Если есть Какое-то информационное событие Которое Она как-то прокомментирует Потому что Она узнать Чему надо прокомментировать И Это не просто Вот Я не знаю К вам люди приходят Вы видите Как Не просто Казалось бы Вот вроде на двоих разговариваем Но понимаем что Город слушает И Многие говорят Мы это не умеем Нам это не просто Но У нас позиция очень простая Если вы пришли В общественную палату То Значит вам доверяют Значит вы должны Уметь И обязательно выражать Своё мнение Ну то есть Я так поняла Медиаактивность Складывается Именно из Контакта С представителями Медиасферы Конечно Конечно Мы стараемся проводить Мероприятия На которые Которые интересны В том числе для Средств массовой информации Такие Разные Интересные форматы В общем то Ну а например Вот из последних Можете что-то сказать Из последних Ну давайте Не из последних А из тех Которые Достаточно простые Для понимания То есть Выездные мероприятия Всегда очень хорошо Средства массовой информации Ездят Поэтому Фонд Каприбунта Мородыкова Экология Осинцы Средства массовой информации Приезжают Гражданский форум Достаточно неплохо Отсвечен был Ну то есть Вы заинтересовываете Просто представителей СМИ Конечно У нас есть специальная практика Мы рассылаем По всем мероприятиям Пресс-релизы В которых Все понятно Чтобы Ну знаем Да Представители могли Приезжать Ну что ж На этом наш разговор Подошел к Гансу Спасибо вам большое Сергей Николаевич За то что пришли Всем хорошего дня До свидания До свидания Особое мнение На 101FM